Соскучились? Мы тоже не очень. С вами команда вебнутых. Стало нашей дурацкой традицией приглашать в качестве специалистов по интернетам виджеев первоальтернативного. Настала очередь корреспондента A1 News Лилы. Ударим убойными сайтами по ее сознанию. Соскучились? Итак, что варить? Яйца, кофе, сосиски и манты. Этот сайт развеет ваши сомнения, даже если вы решитесь варить страусиные яйца. Тут же вы можете узнать, сколько они стоят, каких размеров достигает в диаметре и каков их обычный вес. Так что если готовить вы не научитесь, зато кухню не спалите. А умеет ли варить и яйца Лила? Сайт для имбецилов. А она не работает, Карась. Почему не работает? У меня рыба не ткнется. А может на нее надо нажать, надо саму название будет? А, ну ладно. Классно. Она все равно, а вот открыт. Для имбецилов горит. Смотри, Карась, что ты желаешь? Осетр, щука, судак, скудр, карбуша. Нет, Карась. Тебя не сваришь. Теперь пройдемся по зарубежным находкам. www.yonextread.com Твоя следующая книга. Это не просто сервис для любителей читать. Yonextread расшаривает и подбирает вам те книги, которые вам наверняка понравятся. Вводите название и вот уже вам список известных или новых книг, которые вам рекомендуют прочесть дальше. Ведь не всегда люди могут посоветовать вам правильную. Подобными функциями обладают некоторые сайты по подбору музыки, исполнителей и фильмов. Все хорошо, кроме навязчивого предложения купить книгу через другой сайт. Увы, мы слишком привыкли к халяве. Так что, если нравится, плати. Теперь слово специалисту в области скорочтения Лили. Тут еще паучок выползает. Я выбрала книжку «Секси-секс», мне советуют. Про котов. Это очень крутой сайт, по-моему. Только здесь какие-то книги не очень. Где у лис? Нет, тут ничего. Читайте на самом деле книги, я просто не навижу читать книги. Нет, я не навижу читать электронные книги, потому что от них выпадают глаза и волосы. Идея довольно проста, но от этого не менее интересна. На сайте представлены сотни, если не тысячи картинок, которые вы сможете в буквальном смысле примерить на себя. Своё фото или фото той части тела, на которой будет тату, вы загружаете с компа или фоткаете прямо с веб-камеры и накладываете татуировку. Вот и всё. Нравится или не нравится, выбор за вами. Можете посмотреть, как подобные татуировки смотрятся на других телах, так как тут собирается и подходящая тусовка. Самое время узнать, есть ли скрытые от глаз общественности татуировки на теле ВиДжей Лилы. Ты вот сделаешь, потом ты ожиреешь, растянешься и всё-таки... Ну и что? А почему на татуировку и что? Ну она тоже растянется. Я, например, считаю, что набиваешь здесь Бродского себе, а потом у тебя Бродский такой... Ну и всё равно на тебя уже никто смотреть не будет на Фринске. Ну, может он сейчас лучше выглядит, что ли? Ну я подозреваю, что к тому времени, когда я стану старой, я буду бегать по хардкору и голой в актовом зале. Я надеюсь, что он ещё будет. И тогда мне очень интересует состояние моего тела. А ты бы какую-то татуировку сделала, если бы... Не знаю, мне кажется, воробья какого-нибудь. И перо. Если здесь воробья, вот тут перо, например. А, то есть продолжение? Да, вот так ходить, вот так постоянно. А потом можно ещё какашки набивать. Заканчиваем социальной сетью под очень милым названием «Анкетки.ру». Не анкеты или опросы, а маленькие такие «Анкетки.ру». Перед вами сеть, объединившая людей, ностальгирующих по заполнению тетрадок с вопросами типа «А с кем бы ты хотел сидеть за партой?» Или «Какие у тебя печати?» В общем, составляйте сами эти анкеты или заполняйте чужие. О кошечках, собачках, отношениях мальчиков и девочек. Всё в ваших руках. Так что создателям сайта, которые не скрывают своих имён, Андрею Акопянцу и Роману Рави наш респект. Честь оценивать данный сервис выпадает Лили. Ой, я обожаю вот эти штуки, когда ещё особенно... Ну это типа... Это как в детстве анкетки. А, типа... А там нет, нельзя развернуть секретик, не разворачивать и свинья. Мне всегда было очень стыдно сказать, что мне нравится мальчик Рома, который сидит со мной за соседней партой. Вот. А когда другой, короче... Потому что другой мальчик, ему нравилась я. Он был очень большой, звали его Никиты. Мне он не нравился. Когда он принялся у меня в честок, я ударила его по голове, и у него было сотрясение в мозгу при мне. Есть же сайт Force Premiere.ru, где задаются вопросы, и ты можешь анонимно отвечать. И так получалось, что у очень многих людей, которые не заходили, у них были вопросы чаще всего, там, типа, ты девственник или не девственник? Как ты лишился девственник? Что такое? И вообще, мне кажется, нужно делать сайт девственниц.ру, где все будут сидеть и делиться. А это конец. Надеюсь, мы доставили вам удовольствие. Если нет, придем на следующей неделе. Ищите нас на Russian Internet Week. Целую в рот, ваш Коля Карасев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова